Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение послания к евреям, 7 глава. Ибо Мельхседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его возвращавшегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сына Божию, пребывает священником навсегда. Я напомню вам, о каких библейских событиях в данном случае идет речь. Это 16 глава книги Бытия, где рассказывается о возвращении Авраама после победы над союзом четырех царей во главе с Кардаломером. И по дороге Авраам встречает Мелхиседека, царя Бога Всевышнего и священника одновременно, что вполне понятно, потому что в патриархальные времена те, кто возглавлял родовые племена, они одновременно и приносили жертвы, то есть выполняли священческие функции. Кроме того, Мелхиседек назван царем Салима, что впоследствии было истолковано как Иерусалим. Так вот, здесь на месте, на котором впоследствии возникнет город Иерусалим, город Давида, город храма, где Ковчег Завета, наконец, обретет себе постоянное место, где будет возникнуть величественный храм, место присутствия Бога, место встречи между Богом и его народом, где будут совершаться жертвоприношения. Вот на этом месте Мелхиседек встречает Авраама, который, еще раз отмечу, является не просто царем, но и священником. И это указание важно потому, что это первый случай в Библии упоминания, указания на священник. Только Мелхиседек — это первый священник, который мы встречаем в библейском повествовании. И Мелхиседек благословляет Авраама от имени Бога Всевышнего, и в ответ на это благословение и в благодарность за него Авраам отдает ему десятину от всего, что он получил в результате своей победы. Это тоже первое упоминание десятины в библейской истории. Действительно, Мелхиседек является несколько загадочной личностью, и эта загадочность, она указана здесь в послании без отца, без матери, без родословия, потому что мы ничего не знаем ни про расхождение Мелхиседека, ни о его родителе, и ничего не знаем о его смерти. И дело в том, что на страницах книги «Бытия» неоднократно приводятся различные родословные. А вот родословные Мелхиседека, человека, который оказывается выше Авраама, Авраам — это родоначальник еврейского народа, тот человек, от которого народ Божий получил свое существование и продолжение, вот он оказывается ниже, чем этот Мелхиседек, о котором мы, по сути, кроме этого эпизода с вами ничего не знаем. И это дает возможность священописателю провести некую линию, некую связь между Мелхиседеком и Иисусом Христом. Первая связь — это то, что мы ничего не знаем о смерти Мелхиседека. И говорится о том, что в этом он уподобляется Сыну Божию, который пребывает священником навсегда. То есть это отсутствие информации, оно по, может быть, такой дерзкой, но в то же время очень интересной мысли, священописателя делает Мелхиседека вечным. Конечно, нельзя говорить о личности, о том, что не коснулось смерти, что не умер священник времен патриарха Авраама, но как бы сам чин Мелхиседека, он, по сути, объявляется тем самым вечным. И надо сказать, что действительно личность Мелхиседека — это особая тема, которая выходит за рамки нашего анализа. Личность Мелхиседека всегда была предметом различных размышлений, различных догадок. И это понятно, почему. Конечно, всегда отсутствие информации, всегда эта лакуна, она чем бы то ни было заполняется. Например, возможно, вы знаете, что наряду с каноническими Евангелиями существуют и апокрифические тексты. И в частности, некоторые из них заполняют отсутствие информации о детстве Иисуса Христа. Там ему приписываются разные какие-то чудеса, притом довольно какие-то строгие. И это, конечно, несомненный вымысел, который как раз заполняет эту информационную лакуну. И поэтому церковь не признала эти тексты историческими, не признала эти тексты каноническими. Поэтому, собственно, мы почти ничего не знаем. И здесь то же самое. На самом-то деле, личность Эмельхиседека очень активно использовалась в различных иудейских текстах. И не только иудейских, но и церковных текстах. И, в общем-то, в Эпифании Кипрской в VI веке писала о том, что существует даже некая секта Эмельхиседиана, которая приносит жертвы Эмельхиседеку. Но я только помню один эпизод, не вдаваясь в эти исторические детали, которые для нас сейчас не столь существенны. Наверное, многие из вас, или, по крайней мере, кто-то, бывал на Святой Земле, на горе Фавор. И, в частности, там, на территории между католической и православными частями, где есть храмы преображения, есть так называемая пещера Эмельхиседека. Откуда она там взялась и почему находится по сей день? Эта пещера связана с очень древним преданием, очень, может быть, любопытным интересом, которое отражено и в наших славянских текстах, где рассказывается о том, что Авраам встретил Эмельхиседека ни много ни мало именно на горе Фавор. Как же Эмельхиседек там оказался? Оказывается, Эмельхиседек, согласно этой легенде, был сыном эллинского царя Мелхила. И, уверовав в бога Всевышнего, Мелхилл потребовал от него принести жертву языческим богам. Тот, разумеется, отказался это сделать. И когда его хотели принудить к этому, то все, кто пытался его заставить совершить это жертвоприношение, они погибли, земля разверлась, их поглотила. И Эмельхиседек остался один в своем роду, и вот он, совершив некое путешествие, пришел на Фавор и там прожил семь лет. И когда Авраам его там встретил, он вынужден был ему остричь волосы и ногти. И это предание игумен Даниил в XII веке слышал в Иерусалиме и побывал на этом месте. Есть знаменитое путешествие игумен Даниил на святую землю во времена, когда на этой земле были крестоносцы, и путешествие по ней было возможно и безопасно. Так вот, пожалуйста, один из примеров, который показывает, насколько это загадочная и интересная личность, и как многообразно могла быть представлена в различных преданиях, носящих полурегендарный характер. Итак, возвращаемся к посланию и посмотрим, каким же образом личность Мельхиседека представлена там, как здесь послание к евреям, она осмысливается. Что же показывает это краткое повествование, этот рассказ для читателей послания? Видите, как велик тот, которому Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имеющего обетование. Без всякого прикословия меньший благословляется Божьим. И здесь десятины берут человеки смертно, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказал сам Леви, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чрезлах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, во-первых, Мельхиседек преподает Аврааму свое благословение. Благословить в праве только тот, кто выше. Следовательно, хотя Авраам и был родоначальником еврейского народа, и ему одному были даны обетования, он занимает по отношению к Мельхиседеку низшее положение. Во-вторых, Мельхиседек получает дань за свое покровительство. Это первое упоминание, как я вам сказал, о десятине в Библии. По закону Моисееву левиты, то есть те, кто служил в Скинии, а впоследствии в храме, получили десятину за свое культовое служение от своих же собратьев иудеев, поскольку по закону они не имели земельного надела в земле обетованной, и их содержание ложилось на плечи всего народа остальных одиннадцати колен. Мельхиседек взял десятину с Авраама, который не состоял с ним ни в каком родстве, и бывшему, к тому же, прародителем священников колена Левия. Превосходя Авраама, Мельхиседек, следовательно, превосходил и весь род священников, потомков Авраама. Кроме того, цель начальных стихов седьмой главы состоит еще и в том, чтобы показать, что священство Мельхиседека предшествовало по времени установлению левицкого ветхозаветного священства, а не является чем-то новым, то, что выдумывает священописатель. Ведь рассказ о доизраильской Мельхиседеке — это первый случай употребления слова «священник» в Ветхом Завете в целом». И то, мы видели, что в библейском повествовании жизнь Мельхиседека не имеет ни начала, ни конца, уподобляет его Сыну Божию, делая священником навсегда. И если левицкие священники взимали десятину, будучи смерти, то Мельхиседек имеет о себе свидетельство, что он жив. Итак, задолго до того, как в Иерусалиме поселились иудеи, Мельхиседек был там служителем Бога Всевышнего. И, наконец, священный писатель приводит свой последний довод. Левий, являясь прямым потомком Авраама, уже тогда был в чреслах праотца. Авраам выступает здесь как коллективная личность, в которой собраны все последующие поколения. Понятие коллективная личность, оно, в принципе, существует в библейском повествовании и в Новом Завете тоже активно используется. Например, апостол Павел неоградно противопоставляет в своих посланиях Христа и Адама. И Адам в данном случае является не просто первым человеком, который пал. Адам, он объединяет в себе все последующее человечество, то есть всех своих потомков. То есть падшее человечество, оно тем самым противопоставляется спасенному человечеству, которое олицетворяется Иисусом Христом. И те, кто не крестились, те, кто не получили доступа к спасительным деяниям Христа, они по-прежнему находятся в Адаме. А те, кто крестились, те, кто вступили в церковь, они во Христе. И церковь рассматривается как тело Христово, где мы все его члены. Поэтому такое понимание коллективной личности, которая вбирает в себя других людей, для нас с вами не должно быть чем-то странным, необычным. Оно вполне было естественно как для времен написания этого послания, так и вообще для христианского богословия в целом. И следовательно, когда Авраам платил Малхиседеку десятину, то в нем как бы и Левий тоже через посредства Авраама платил десятину, ибо, говорится, в послании он был еще в чреслах отца, когда встретил его Малхиседеку. Итак, анализ авторам послания указанного отрывка книги Бытия приводит к двум ключевым положениям. Священство Малхиседека изначально выше, чем священство потомков Левии, и оно вечно. И эти положения будут подробно разобраны им на основе второго упоминания Малхиседека в Ветхом Завете. Это 109-й псалом. И этот псалом, вероятно, был сочинен пророком Нафаном для царя Давида. Нафан — известнейшая личность, для нас может быть известна потому, что Нафан путем притчи о единственной овечке обличил Давида в прелюбодеянии, и он в ответ на это обличение сочинил 50-й псалом, который мы с вами все вместе читаем каждое утро и за богослужением слышим не один раз. Так вот, в интервьюзационном приветствии, которое было связано с тем, что Иерусалим был заебан Давидом, и где он становится царем, говорится о том, что клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Малхиседека. О чем здесь идет речь? Иерусалим — это город Малхиседека, потому что именно на этом месте жил Малхиседек, царь Салима. И поскольку Малхиседек был одновременно и священником, и царем, то и Давид, став царем, может претендовать, согласно этому приветственному псалму, сочиненному пророком, на некое экстраординарное священство, которое не сводится и не связано с обычным, привычным, левицким ветхозаветным священством, отличное от священства потомков Аарона. И развивая эту тему, где говорится именно о чине Малхиседека, что это не только лишь личность, которая встречается нам в начале священной истории, а существует некий чин, некое установление. Притом, это установление, оно связано с Богом. Сам Бог его установил и объявляет Давида о возможности, то, что он будет священником. И в тексте автора послания эти слова обращены к Иисусу Христу. На свое священническое служение он тоже призван Богом, так же, как и Аарон. И согласно 109-му псалму, священнический чин Малхиседека он предполагает уже не преемство по родовой линии, как было всегда в рамках ветхозаветного священства, а волеизъявления Бога. Клялся Господь. И Иисус Христос, как мы уже с вами говорили однажды, он не происходил из колена, которое давало ему право на священническое служение. Все вы знаете, что Иисус Христос, с этого начинается Евангелие, происходил из колена Иуды. И он не мог быть священником, так как говорится в послании о этом колене, Моисей не сказал ничего относительно священников. 7.14. Когда же он становится священником? Только за порогом смерти. Тогда, когда он совершил свое жертвоприношение. Бог обращается к нему со словами по воскресенье, ты теперь священник вовек по чину Мерхеседека. И что важно, что когда Бог устанавливал священство левитов, он не давал клятвы, а поэтому не было никакой гарантии, что этот институт будет незыблемым. Но когда он, по сути, производит Иисуса Христа в священнике, когда он его объявляет священником, он поклялся, что он будет священником вовек. Средственность священства Христа неотменима, неизменно и постоянно. И вечное священство Христа предполагает и его единственность. И дальше как раз в послании говорится, что священников, 23 стих 7 главы, было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее, посему и может спасать приходящих к Него через Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Итак, нового священника нет необходимости сменять. Прежняя надобность в большом количестве священников уже отпала, что, опять же, очень важно, потому что это указание, потому что мы помним с вами, никогда не должны терять это из виду. Все-таки речь идет о, скорее всего, группе священников, и именно к ним обращено послание. И поэтому то, что их священство, оно уже утратило свою силу, свое значение, свой вес, потому что есть священник, который намного превосходит их, и который уже их заменил, вытеснил, который выполняет их функции. Для читателей, конечно, прочиталось, и они должны понимать, что их возвращение к прежнему занятию, оно уже лишено смысла и не имеет значения. И Христос может действительно спасать всех, приходящих к нему, к Богу, и с переменой священства, говорится в послании 12 стих 7 главы, необходимо быть и перемене закона. То есть закон, как мы уже не раз отмечали, он олицетворял сам завет, но и, собственно говоря, определял, завет означает слово союз, договор, он определял отношения между Богом и людьми. И священники, они поддерживали эту связь, они ее актуализировали. Но если священство меняется, то и то, что связывает теперь людей с Богом, тоже неизбежно должно быть изменено. То есть завет, условия, связи и вообще что? То, что связывает людей с Богом, оно же будет совершенно другим. И хотя в послании не выходит за границы ветхозаветной культовой тематикой, тем не менее эта тема нового завета, она вводится дальше и как раз уже в следующей главе перемена священства напрямую связывается с тем, что наступает время Нового Завета. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok